Добрый день, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 отразить трехсторонний взаимозачок. Здесь для удобства у меня будут одинаковые суммы. У меня была покупка от ОПРОТОРК на 24600 и также была реализация на эту же сумму ОСЛАСТЁН. Если мы посмотрим оборот на сальдовую ведомость по счету 60 и 62, то же эти суммы увидим. Вот ПРОТОРК по кредиту сумма 24600 и вот СЛАСТЁНа сумма по дебету 24600. И между ними нужно сделать взаимозачет. Взаимозачет мы будем делать при помощи документа «Корректировка долга». Найти его можно в разделе «Продажи» либо в разделе «Покупки». «Корректировка долга». Нажимаем на кнопку «Создать». Здесь мы будем вид операции выбирать «Прочие корректировки». Дату можно оставить. Дебитор у нас в ОСЛАСТЁНа. Кредитор будет ОПРОТОРК. И далее нам нужно заполнить вот эти две закладки. Дебиторская и кредиторская задолженность. А можно заполнить сразу по кнопке «Заполнить». Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам. Ну, либо заполнять отдельно. То есть здесь отдельно заполнить и здесь. Здесь у меня есть еще по СЛАСТЁНе другие реализации. А меня интересует только вот эта вот реализация 24600. Поэтому эти я удалю. То есть при необходимости здесь можно откорректировать. И суммы здесь одинаковые 24600 и 24600. Чита учета здесь мы заполнять не будем. Сжимаем на кнопку «Провести». И смотрим проводку. Здесь идет проводка «Дебитор 60.01» у ОПРОТОРК. У Кредитор 62.01 у ОСЛАСТЁНа. На сумму 24600. И если мы посмотрим воротную сальдовую ведомость по счетам. Здесь у нас закрывается 60-й счет. Вот он закрывается. Сальда здесь нет. По ОПРОТОРК. И то же самое по ОСЛАСТЁНа. А здесь у меня еще другие суммы есть. Но вот эта вот задолженность, она закрывается. 24600 по дебету и 24600 по кредиту. Вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерия 8. Редакция 3.0 можно оформить трехсторонний взаимозачет. Еще больше про трехсторонний взаимозачет вы можете найти в статье на сайте ОСБУХа. Ссылку на статью вы найдете под видео. Также записывайтесь на наш курс Азбука Бухгалтера на общей системе налогообложения. Что вы освоите бухгалтерский, налоговый учет, работу в 1С Бухгалтерии 8 редакции 3.0 с нуля и до составления отчетности. Ссылку на курс вы найдете тоже под видео. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. И заходите в мои группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго. И до встречи в моих следующих видео.